МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на канале СТВ. В студии Ирина Мартьянова. Здравствуйте. Александр Лукашенко считает итоги выступления белорусских олимпийцев в Лондоне провалом, но не катастрофой. Такое мнение высказал сегодня президент, открывая собрание Национального олимпийского комитета Беларуси. Всего на мероприятие было приглашено более 110 человек, в их числе чиновники, руководители федерации, тренеры. То есть люди, от которых непосредственно зависит будущее белорусского спорта. По словам Александра Лукашенко, сейчас необходимо выработать стратегию подготовки к предстоящим играм в Сочи и Рио-де-Жанейро. И главная цель не поиск виновных в прошлых неудачах, а выявление причин, помешавших добиться результата. Таким образом, необходимо вывести белорусский спорт на новый уровень и вернуть утраченные позиции. Совершенно очевидно, что уже назрела необходимость кое в чем кардинально пересмотреть наши подходы к этой сфере. Предстоящая Олимпиада будет проходить в соседней России. И успешное выступление там – это просто дело и вопрос престижа. Общество более не потерпит таких провалов, которые произошли с нашей национальной командой этим летом в Великобритании. Завоевание 12 из 25, которые вы обещали, медалей – это заметный шаг назад по сравнению с Пекинской Олимпиадой, хотя мы и там не достигли тех вершин, к которым стремились. По итогам прошедших игр в неофициальном медальном зачете Беларусь заняла в Лондоне 26-ю позицию. Это, конечно, не катастрофа, однако, оценивая все то, что делается в интересах спорта в нашей стране, мы вправе рассчитывать на более весомые результаты. Мы отдаем должное спортсменам, завоевавшим в Лондоне медали, но сегодня разговор пойдет о тех, кто не оправдал надежд. О тех, кто завоевал медали, мы уже много говорили и отдали им должное. Мы сегодня должны поговорить также о тренерах и чиновниках, не обеспечивших высокий результат, но затративших большие на это деньги. Спорту в Беларуси традиционно уделяется особое внимание, и все важные вопросы в этой сфере решаются на уровне главы государства. Александр Лукашенко подчеркнул, что спортивные достижения сегодня не только формируют имидж страны, но и влияют на экономику. Для меня лично и для государства тем более, спорт – это великое дело. Это большая экономика. Когда Вика Азаренко в Пекине вышла в финал, я попросил своих помощников связаться с ней и передать от моего имени, что это не просто имидж, престиж, когда она идет, выигрывает и финал выиграет. Это экономическое соревнование. Это великая экономика в Великой империи, в Китае. Потому что там прежде всего сидят айсберг, вершина китайского общества, элита. И если они видят, что Белорусска с этой небольшой среднеевропейской страны приехала и выигрывает не только у китаянки, но и у лучших спортсменов, значит, там что-то есть. Уже появляется интерес. А там сидели тысячи человек. И когда она побеждала и побеждает, то многие задумаются, да надо хотя бы туда съездить и посмотреть, что за страна. А приехал, может быть, будут реализовываться какие-то проекты. Зимняя погода в Беларуси. Сильный снегопад сегодня прошел во многих районах столицы. Влияние непогоды испытали на себе и другие города. Похолодание, мокрый снег и первую метель принес циклон Вероника. Синоптики объявили штормовое предупреждение. Порывы ветра могут достигать 24 метров в секунду. На дорогах значительно ухудшилась видимость. И в выходные ситуация не изменится. Температура пойдет в минус. Ночь уже до 7 мороза, а днем не более 4 тепла. В Москве вспоминают жертв одного из самых страшных терактов в российской истории. Сегодня 10-я годовщина освобождения заложников Норд-Оста. У памятной стеллы театрального центра на Дубровке прошла траурная церемония. Прозвучали имена погибших, а в небо взлетели 130 белых шаров. Именно столько людей стали жертвами этой трагедии. Напомню, три дня вооруженные боевики удерживали в заминированном здании более 900 зрителей и актеров мюзикла Норд-Ост. 26 октября 2002 года была проведена операция по освобождению людей. Среди заложников находились и белорусские граждане. Мощный взрыв потряс город Маймана на севере Афганистана. Устройство привел в действие террорист-смертник. Он подорвал себя возле мечети во время молитвы верующих. Жертвами атаки стали около 40 человек, более 50 получили ранения. Из-за большого скопления народа полиции и медикам пока не удалось полностью обследовать место происшествия. Ответственность за нападение никто не взял. Полиция не исключает, что за терактом снова стоят талибы. Мьянму охватили новое столкновение между буддистами и мусульманами. Жертвами межрелигиозных стычек стали уже около 60 человек. Сожжены более 2000 жилых домов. Первые беспорядки на границе Мьянмы-Бангладеш начались еще в июне 2012-го. Тогда погибли более 80 человек. Столкновение спровоцировало нападение на мусульман и группу разъяренных буддистов, которые мстили за изнасилование и убийство своей соплеменницы. Один человек погиб и более полусотни получили ранения в результате столкновения жителей с полицейскими, в столице Перу-Лиме. Беспорядки произошли из-за решения местной администрации закрыть крупный рынок. Работники выступили против таких инициатив и вступили в открытое противостояние с правоохранителями, которые были вынуждены применить слезодачевый газ. Сейчас протестующие забаррикадировались на территории рынка и продолжают оказывать ожесточенное сопротивление полиции. Тропический шторм на Филиппинах, принесший в центральную часть страны проливные дожди, вызвал сильнейшие наводнения. Затоплены сотни населённых пунктов. В некоторых большая вода поднялась по самой крыше зданий. В поиске спасения местные жители забираются на дома, деревья. Без жертв не обошлось. В списке погибших уже по меньшей мере 6 человек. Около 10 пропали без вести. Печальный след на острове Свободы оставил ураган Сэнди. Масштабное разрушение и 11 погибших. Среди жертв стихийного бедствия ребёнок. Больших потерь удалось избежать благодаря своевременной эвакуации населения. Из потенциально опасных районов были вывезены порядка 300 тысяч человек, многие из которых до сих пор в убежищах. В пострадавших населённых пунктах уже начались восстановительные работы. Больше всего от урагана досталось провинциям Сантьяго-де-Куба и Ольгин. Повреждены или разрушены сотни зданий, повалены столбы электропередачи и деревья. В регионе повсеместно отмечаются перебои в электроснабжении и телефонной связи. Археологи обнаружили на западе Гватемалы самую древнюю из известных на сегодня гробницу Майя. Учёные полагают, что в ней захоронен либо правитель, либо религиозный деятель, живший 2000 лет назад. Костя время не пощадило, но зато в гробнице найдено ожерелье с изображением человеческой фигуры и много других изделий из нефрита. Таисия Саховская, телекомпания «СтВ». Бизнесмены из Казахстана с визитом в Минске. Представители крупных заводов и компаний заинтересованы наладить сотрудничество с белорусскими предприятиями. Сегодня стороны проведут деловую встречу и определят направление дальнейшего партнёрства. Так, представители бизнес-кругов Казахстана готовы работать в сфере энергетики и металлургии, а также поделиться опытом производства покрытия для футбольных полей, теннисных кортов и спортивных площадок. Быть ближе. Жители мусульманских стран отмечают Курбан-Байрам. Для них это один из главных религиозных праздников в календаре. На территории Беларуси постоянно проживает около 30 тысяч представителей различных народностей, исповедующих ислам. Это татары, азербайджанцы, узбеки, казахи и туркмены. Некоторые из них приехали к нам учиться. Так только в Белгосуниверситете сейчас обучается более 600 юношей и девушек из мусульманских стран. В течение трёх дней в общежитиях вуза пройдут различные конкурсы, посвящённые празднику. Студенты будут угощать друг друга блюдами национальной кухни. Курбан-Байрам или День жертвоприношения завершает хадж. Ежегодное паломничество мусульман в Мекку. Белорусскому союзу офицеров сегодня 20 лет. В его рядах сейчас более 25 тысяч человек. Среди них участники Великой Отечественной, воины-интернационалисты, офицеры и ветераны Вооружённых сил Республики. С праздником членов Белорусского союза офицеров поздравил президент Александр Лукашенко. Орхидеи, путешествия по континентам. Ботанический сад приглашает всех любителей цветочной экзотики оценить растения из Индии, Новой Гвинеи, Северной Австралии, Индонезии. Коллекционеры смогут поучаствовать в конкурсе, а посетители – получить консультацию специалистов. К слову, орхидеи можно встретить практически во всех земных экосистемах, однако большинство из них обитает именно в тропиках. Растения живут по 70 и более лет. Размеры могут быть как несколько миллиметров, так и 35 метров, как, например, ваниль. Плоды этой лианы – одна из самых популярных кондитерских пряностей. Далее в эфире спортивное обозрение Светланы Сиротко. Заходите на наш сайт ctv.by, звоните и делите своими новостями по телефонам горячей линии. 290-66-00 или 1-600-700. Всего доброго и до встречи в 16.30.